Всем привет и добро пожаловать на пересказ четвертого сезона сериала Викинги. Что касается непосредственно этого пересказа, то я поделил его на две части. В первой части я перескажу и проанализирую первые 10 эпизодов, после чего выпущу вторую часть и перескажу остальные 10 эпизодов. Работы в общем немало. Эх, если бы мне кто-то писал сценарий к моим обзорам, дело бы шло намного быстрее. Например, так же как это могут делать студенты на сервисе Work5. Work5 помогут в написании курсовой, диплома или любой другой студенческой работы. Это крупнейший сервис, у которого более 1,6 миллионов пользователей по данным SimeralWeb. Сервис предлагает низкие цены и короткие сроки. Заказ оформить быстро и легко. Заполняешь короткую форму и сразу видишь стоимость услуги, чтобы потом без сюрпризов. Дальше менеджер подбирает специалиста по твоему предмету и процесс работы запущен. Более того, если твой преподаватель потребует правки, тебе внесут их бесплатно. Поэтому если нужна хорошая оценка и быстрый результат, быстрее переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код и оформляй заказ со скидкой в 15% по промокоду CD15. Ну а теперь, что касается непосредственно пересказа, то я поделил его на две части. В первой части я перескажу и проанализирую первые 10 эпизодов, после чего выпущу вторую часть и перескажу остальные 10 эпизодов. Поскольку финал третьего сезона оставил намного вопросов без ответов, было приятной неожиданностью получить вступительную часть сезона, которая практически содержит все ответы. Когда мы в последний раз видели Рагнара, он был смертельно болен, буквально разрывался между Вальхавой и христианским раем. И первый эпизод дает нам понять, что эта борьба в этом сезоне продолжится. Рагнар впал в кому, как только вернулся домой. На самом деле, он не боится смерти, но неуверенность в том, позволит ли ему Один и христианину и викингу войти в Вальхаву, просто разъедает его душу. Однако, как для человека, который ничего не хотел, кроме как попасть на небеса, чтобы воссоединиться с Этельстаном, Рагнар выглядит на удивление счастливым, увидев золотые врата в Великий Зал Одина. Однако, при этом Один не в восторге от того, что Рагнар принял христианство, поэтому и закрывает перед ним врата. В общем, первую половину эпизода Рагнар без сознания, и пока он отсутствует, его обширное королевство колеблется на всех фронтах. Начнем с его жены Аслаук, которая, размышляя о своем будущем, если Рагнар умрет, задает провидцу вопрос, суждено ли женщине править каттигатом? Ответ выглядит так. Да, я это видел. Однажды женщина будет править каттигатом. Итак, вопросы Аслаук к провидцу довольно четко дают нам понять, что она ждет поспешного отъезда своего мужа в Валихалу, чтобы обеспечить себе и своим сыновьям место единоличной правительницы каттигата. Однако, к ужасу Аслаук, провидец не уточняет, какая именно женщина станет наследницей, поэтому вполне возможно, что на трон сядет не она. Тем временем, в Хедебю, Калф и Лагерта, похоже, пришли к соглашению управлять землей вместе. Конечно, эта новость не обрадовала тех, кто помог Калфу в прошлом сезоне получить контроль над Хедебю. К примеру, явно расстроен Эйнар. Твое решение разделить владение с Лагерты неприемлемо. Поэтому здесь Калф поступает очень хитро. Он проводит голосование, чтобы собрать войди на всех недовольных в одном месте, а потом просто расстреливает их из до сих пор неизвестного франкского оружия – арбалетов. А вот самому Эйнару досталось больше всего, поскольку Лагерта лично ножичком сняла его фамильные драгоценности. Однако, больше всего здесь удивляет то, что Эрлендор, который, казалось бы, должен был выступить против Лагерты, наоборот, поддержал ее. Вероятно, он играет в какую-то свою игру, в которой он, возможно, надеется все-таки отомстить Рагнару и, возможно, его близким за убийство своего отца Конунга Хорика. Что касается Флоки, то нет сомнений в том, что по возвращению в Каттигат он опасался за свою жизнь. Флоки искренне считает, что совершил божье дело, так как видел в Этельстане реальную грозу, поэтому и убил его. И теперь, когда Бьорн шокирует всех, отдав приказ о его аресте, остается только удивляться тому, насколько быстро все это произошло. Сам факт того, что Флоки лично вырезал руны, чтобы помочь своему другу Рагнару поскорее вылечиться, просто показывает, что он заботится о нем, хотя прекрасно понимает, что его судьба, скорее всего, не будет радужной. Подумайте, жена Рагнара не особо желает, чтобы ее муж выжил, а вот Флоки полон решимости помочь своему другу. И то, как дети обращаются с Флоки после его ареста, душераздирающе. Мы видим, как Хельга, его жена, прогоняя детей, умоляет прекратить кидать навоз в ее мужа. А когда маленькая дочь Флоки принесла ему еду, это было вдвойне душераздирающе. Возможно, для него было бы разумнее найти какой-нибудь способ спастись, хотя бы для того, чтобы прожить еще один день вдали от гнева Рагнара. Он убьет меня. Пожалуйста, помоги мне бежать. Пожалуйста. Однако факт в том, что Рагнар, выйдя из своей комы, ясно дает понять Бьерну, что тот поступил глупо, арестовав Флоки. Может ты подумал также и о том, что если бы я хотел задержать его, я бы сделал это уже давно? Однако теперь Бьерн предал огласке преступления Флоки и не оставил Рагнару выбора. В то же время мы понимаем, почему Бьерн сделал именно так. Он верен своему отцу на все 100%, однако Бьерн хочет выйти из его тени и показать себя способным лидером. Однако сейчас Рагнар разочарован в своем сыне, и это разочарование в разы увеличивается, когда Рагнар узнает, что Бьерн позволил честолюбивому Ролу остаться в Париже. Чьей дурацкой идеей было оставить Ролу? В Париже. Он мой дядя. Он мой брат. И мне лучше знать. В общем, Рагнар в сильном гневе и в печали из-за того, что его сыну не хватает дальновидности, которые, как знает Рагнар, ему точно понадобится, чтобы выжить. Бьерн тоже это чувствует и поэтому решает пожить вдали от цивилизации, чтобы проявить себя перед отцом, который на прощание говорит сыну, докажи, что я не прав. И хотя эти слова Рагнара кажутся рисковатыми, все же он явно любит Бьерна, и ему нравится то, что сын хочет проявить себя. Я бы даже сказал, что, возможно, Рагнар любит своего первенца больше, чем любого другого своего ребенка. Бьерн напоминает времена, когда его отец был простым земледельцем, не конунгом и не героем. И Рагнар постепенно теряет связь с теми старыми днями. Он идет поговорить со своим старым, закованным в кандалы, другом Флоки. Один его старый друг убил другого старого друга, если конец этому циклу. Флоки утверждает, что воля богов делает его поступок праведным, а Рагнар предполагает, что у Флоки были более личные мотивы. Ты убил это листана из ревности? Вот в чем правда. Собираешься убить меня? И когда Рагнар оглядывается назад, выражение его лица ничего не выдает, хоть мы и предполагаем все возможные варианты. Также первый эпизод показывает нам кульминацию всей жалкой и мелкой ревности, которую Ролло испытал к самому брату Рагнару. Это не первое его предательство, но безусловно самое ужасное и самое непростительное. Теперь он франкский дворянин, получивший в наследственное владение часть Северной Нормандии. Увидев, как Ролло принял предложение короля Карла, мы сразу переходим к депрессивной свадьбе с принцессой Гислой. Кажется, Ролло совершенно не беспокоит плач Гислой и ее заявление о желании умереть, и он без вопросов соглашается на церемонию. Однако в то же время нелегко смотреть, как бедную девушку против ее воли тащат замуж за захватчика, против которого она так стойко выступала немного ранее в битве за Париж. И хотя мы предполагаем, что после свадьбы Ролло сразу же воспользуется своей женой, пусть даже силой, это вполне в духе Ролло, как мы помним из первого сезона. Но все же мы видим, что Ролло решает идти другим путем, поэтому когда Гисла приставляет нож к его горлу, он просто ложится спать. Однако, как бы то ни было, теперь назад дороги для Ролло нет, особенно после того, как он вырезал всех недовольных его принятием христианской религии викингов, которые остались с ним в конце третьего сезона. Бесердечие этого поступка, безусловно, показывает нам, что Ролло твердо намерен выполнить свою часть сделки с королем Карлом. Будет ли этот союз честным и плодотворным для Ролло, нам еще предстоит узнать. Но мы уже знаем точно, что правление Рагнара и преданность его друзей и семьи в этом сезоне будут поставлены под серьезные сомнения. Говоря о следующем эпизоде, то прошли времена просто деревушки викингов и мелкой политики, которая способствовала росту статуса и власти Рагнара. Теперь нам предстоит наблюдать не только за викингами, но и за английскими и французскими дворами, в котором полным ходом нарастают интриги. Двор короля Карла, безусловно, наполнен интригами. Как выясняется, любовница графа Одо Терезос, которой он практикует БДСМ деятельность, совместно с правой рукой графа Ролландом, строит против Одо Козни. Хотя у нас пока совсем немного информации касательно этого. Однако, кажется, они собирают информацию, чтобы потом дискредитировать графа в глазах короля. Он говорил, что всей душой презирает его. Когда придет время, я сообщу его величеству о двуличии его высокородного доверенного слуги. Говоря о новоявленном герцоге Ролла, то после того, как он сжег мост, убив всех оставшихся в Париже викингов, он сжигает еще один мост, объясняя, как победить викингов, которые могут вернуться в любой момент. Ролла предлагает построить форты на обоих сторонах сены и протянуть между ними крепкую цепь, которая сможет остановить дракары. Графу Удо Ролла явно нравится, поскольку он признает, что тот великий воин, таких людей в Париже не хватает. Однако, помимо сжигания мостов, у Ролла есть время и на преображение в стиле принца Фаркауда из Шрека, твердо считая, что с таким притисоном он точно будет неотразим для своей женушки. Однако, увы, к хохоту он готов не был. Удивительно то, что несмотря на произошедшее в прошлом эпизоде, он по-прежнему остается одним из самых человечных персонажей сериала и ты сочувствуешь ему, когда супруга высмеивает его. Однако, при этом смена прически обычно в сериале автоматически указывает на смену статуса. Рагнар много раз менял прическу почти каждый раз, когда получал новый статус, переходя от воина-фермера к Ярлу, а потом и к Кононгу. Немало важно и то, что когда Роллу подстригся, это был момент, когда его статус повысился. Однако, вместо того, чтобы этот момент стал сам по себе победой, над ним просто посмеялись, хотя это может стать началом прекраснейшего романа. Тем временем, говоря об Англии и Экберте, то в прошлом сезоне мы восхищались политической проницательностью короля, даже несмотря на то, что он раскрыл свое истинное лицо, когда тайно организовал резню поселенцев-викингов и арест своих наименее верных дворян, и все это одним махом. Дела в Мерси идут совсем плохо. Влиятельные дворяне отказались платить Уэссексу дань, подняли восстание и посадили мерсийскую штучку ее сына в тюрьму. Кто же знал, что убийство брата с помощью Микса из Винааяда может доставить столько неприятностей? В любом случае, похоже, знать не считает, что Квентрид имеет законные права на трон, поэтому она сейчас в плену. А дабы Квентрид не могла еще и там заниматься сексом, ей дали охранников женщин. Однако Квентрид не должна умереть, ведь кто же тогда будет мочиться на раны Рагнара, поэтому Эгберт отправляет Этельвульфа спасти королеву из башни. Мы видим, что Эгберт продолжает подвергать своего сына опасности, чтобы нырнуть в постель к его одноухой жене Джудит. Король по-прежнему жаждет свою невестку, поэтому, как обычно, ухаживает за ней цветастыми речами, суть которых в основном сводится к фразе «Мы должны продолжать заниматься сексом». Однако на этот раз его стратегия состоит в том, чтобы дать Джудит немного свободы, свободу изучения и иллюстрирования священных текстов, над которыми работал Этельстан, и он даже для этого нанимает монаха-репетитора, похожего на Этельстана. Однако есть стойкое сомнение, что хотя вроде бы это и сделает Джудит свободный, но, скорее всего, это очередная ловушка Эгберта. Тем временем Этельвульф на спасательной операции. Набег на башню был захватывающим зрелищем и стал очередным примером одной из сильных сторон сериала. Квентрид же, как настоящая мать-медведица, защищает своего ребёнка от двух женщин-охранников в очень жестокой и беспощадной схватке. Пока Этельвульф отчаянно сражался под башней, Квентрид боролась не на жизнь, а на смерть, за жизнь своего ребёнка и свою собственную. И она была полна решимости биться до тех пор, пока не появится Этельвульф. Между тем, в Категате Рагнар желает, чтобы Флоки признался, что то, что он сделал, он сделал из эгоизма, а не ради богов, но Флоки не сдаётся. Более того, ему с помощью супруги удаётся сбежать, и как для человека, которого несколько дней держали на морозе, Флоки довольно проворно скачет по горам. Однако первая официальная игра в прятки заканчивается, когда сын Рагнара, умненький Убе, выслеживает Флоки. После чего тот получает своё наказание, стоять связанным в пещере, подкапывающей ему на лоб водой, способной буквально свисти с ума. Но если вернуться немного назад, то мне показалось любопытным, что Рагнар позволил Убе возглавить поиски Флоки, тогда как в первом сезоне он не позволил Бьорну присматривать за своей сестрой, пока родители отправились в набег. Однако объяснить это можно тем, что статус Рагнара тогда и сейчас имеет существенные отличия. Тогда мы помним, что Рагнар был фермером и у него не была такая опасная жизнь. Однако теперь Рагнар Конунг и его сын Убе, грубо говоря, принц, а значит ему нужно взрослеть как можно скорее, поскольку в случае смерти отца придётся брать на себя больше ответственности. Возвращаясь к нашему лодочнику, то Рагнар прав. То, что делает Флоки, он делает только для себя. У Флоки действительно была веская причина, когда он ранее заявил, что в первую очередь верен богам и будет продолжать ставить свою религию выше преданности Рагнару. На самом деле, я не одобряю убийство Этельстана. Флоки знал, что это неправильно и какими будут последствия. Однако, если он так сильно чувствовал, что Этельстан влияет на Рагнара и склоняет его к христианству, что он представляет такую угрозу его личным убеждениям и его преданности, тогда почему же Флоки не сбежал от Рагнара, а вместо этого прибегнул к тайному убийству? Хотя, справедливости ради, Рагнар очень похож на Флоки в том, что порой делает какие-то вещи только для себя. Однако, когда Аслаук защищает Флоки, говоря, что его грех был не так уж и велик, Рагнар буквально слетает с катушек. Он только убил христианина. Дело не в христианах, дело в преданности и доверии. В том, что тебе понять не дано. Рагнар, конечно, лицемер. Да, Аслаук была неверна ему, но и он тоже. По сути, причина, по которой он и Аслаук вместе заключалась в том, что Рагнар подорвал доверие Лагерты, изменив ей. И на самом деле, вы можете довольно легко проследить путь Рагнара от более счастливого и заслуживающего доверия лидера до несчастного человека, которым он стал, после того, как его пути с Лагертой разошлись. Это была его самая большая ошибка, хотя Аслаук действительно, как и обещала, подарила ему много сыновей. И хотя обращение со Аслаук лично мне не понравилось, еще более тревожным событием стали последствия этой личной ссоры для других людей. В основном для Хельги и ее дочери. До этих пор мы видели, как ей приходилось просто наблюдать, как ее мужа пытают за нежелание отказаться от своих убеждений, отрицание каких-либо правонарушений и нежелание идти на компромисс даже перед лицом страданий его семьи. Фактически Флоки заходит так далеко, что использует эмоциональную связь Хельги, которая все еще любит его, как средство для собственного спасения. Поэтому, когда Рагнар спрашивает Хельгу, почему она помогла Флоки, она говорит именно о любви. Она позволила любви к нему взять верх, а теперь она живет нищей жизнью, из-за чего страдает их ребенок. Да, Рагнар проявляет некоторую заботу, оставив им немного еды, но в итоге заболевшая и ослабевшая девочка умирает. После этого наказания Хельга переживает гораздо большую пытку, когда ей приходится хоронить своего ребенка. Ну а тем временем, где-то в тундре, Бьерн, закутанный в меха словно супруга русского олигарха, примеряет на себе роль Ди Каприо в фильме Выживший. И ему гораздо труднее, чем вы думаете. Но, к счастью, не доведя себя до обморожения, он находит деревянную хижину, которая теперь будет называться его домом, по крайней мере на этот сезон. Теперь, говоря о следующем эпизоде, то Рагнару снова является в видении фигуры Этельстана с посланием, выраженным только одним словом – милосердие. Однако, как и все призраки, мертвый монах исчезает, оставляя нас и Рагнара с мыслями, а как вообще расшифровать это послание? На самом деле, это послание может означать призыв христианского монаха к Рагнару о помиловании человека, который его убил, то есть к флоке. Но то ли Рагнар не может простить флоки, который лишил его английского друга, и поэтому проявляется страдание только во имя Хельгии, то ли он достаточно хорошо знал Этельстана, чтобы понять, что именно для него в первую очередь монах искал милосердия. Но в любом случае, флоки теперь на свободе, однако мы не можем сказать, будет ли впереди с его стороны раскаяние или же месть. Трудно сказать, что сделает человек, которого схватили и пытали, пока его супруга сводила концы с концами, а дочь и вовсе умерла от лихорадки. И все же приятно видеть, что хотя бы некоторые страдания Хельги прекратились. Тяжело было смотреть на то, как она страдает, как в принципе и самому Рагнару. Между тем, королю Экбарту тоже в видении явился Этельстан, не говорящий ни слова, из-за чего Экбарт интерпретирует это как доказательство смерти его друга. До сих пор многое из того, что мы видели, научило нас тому, что этому человеку, Экбарту, нельзя доверять. Король, возможно, не обладает таким же кругозором, но его хитрость во всех отношениях такая же, как у Рагнара, и его мораль далеко не христианская. До этого видения заявления Экбарта о любви к Этельстану всегда звучали перед свидетелями, и, как следствие, вызывали подозрения. На самом ли деле он так любит Этельстана? Подумайте, что может быть лучше, чем держать невестку Джудит под своим контролем, признавая свою особенную связь и привязанность к Этельстану, которого девушка чуть ли не боготворит. Однако теперь, когда призрак Этельстана растворяется, Экбарт впадает в искреннее отчаяние и сожаление, что он использует Джудит. Возможно, и грязный роман больше походил на взаимное утешение в горе, поскольку их общий друг Этельстан покинул их. По крайней мере, сейчас Экбарт, похоже, действительно хочет защитить Джудит и ее ребенка Альфреда. Наш друг Этельстан продолжает жить, как в Альфреде, так и в тебе, Джудит. Разве я не простая, грешная женщина? Все мы грешники, Джудит. Это наше общее время. Из этого ответа Экбарта мы кое-что о нем узнаем. Большинство последователей Христа считают, что они должны стараться направлять свою жизнь подальше от греха. Однако Экбарт, судя по всему, считает, что это бесполезная попытка. Мы все грешные, но лучше быть сильным грешником, чем слабым. Однако, во всяком случае, это хорошая новость, что Экбарт в любом случае будет защищать Джудит и ее сына. Пока ее муж Этельвульф вот-вот попадет по чары такой женщины, как Вентрид, которая не часто в своей жизни видела, как ради нее мужчины готовы храбро раскидывать ее врагов. Сам же Этельвульф, как мы видели, старался жить христианской жизнью, но теперь он ищет чего-то другого. Ну и еще бы, когда в Доме Отца царит далеко не христианская атмосфера. Все вокруг друг друга изменяют, спят с чужими женами, так почему бы и самому не попробовать пожить именно так. Тем временем Лагертой Калф, кажется, прекрасно ладит, хотя двуличность Калфа не знает границ. Он может заявлять о своей любви к Лагерте и даже показывать ее. Но в то же время это нисколько не мешает ему вместе с Эрлендером послать гигантского берсерка в дикую природу, чтобы выследить Бьорна и убить его. Возможно, амбиции Калфа не угасли. Возможно, он просто хочет, чтобы Лагерта принадлежала только ему и чтобы все следы ее прошлой жизни были уничтожены. Однако ты, Калф, спишь с женщиной, которая не моргнув глазом превращает мужиков в евнухов. И ее тело явно не для производства детей, как того хочет Калф. Ее тело создано для войны и власти. Поэтому посмотрим, как дальше будут разворачиваться события. Хотя в этом эпизоде берсерк еще не выследил Бьорна, у парня совсем другие проблемы. После тяжелого рабочего дня парень возвращается в хижину, где находит бочку Эля. Пропив свои проблемы и переживания, наутро Бьорн просыпается в тяжелом похмелье и видит пушистого друга. Но, к счастью, медведь оказался пацифистом, поэтому Бьорна он не тронул. Но мы же помним, что Бьорн хочет доказать отцу, что он мужик. Поэтому мы нисколько не удивлены тому, что Бьорн преследует медведя и, не дрогнув, нападает на него. Ведь мы же не могли подумать, что одинокая отдаленная жизнь в маленькой хижине где-то над Шиби – это все, с чем столкнется Бьорн. И, к слову, его столкновение с медведем дало гораздо лучшие результаты, чем в случае Ди Каприо в выжившем. Поэтому дайте Бьорну Оскар. Если ранее паренек глушил рыбу и мастерил ловушки для зверушек, то теперь он на другом уровне. Поздравляем. А учитывая его новые разблокированные возможности Бьорн Крикун, у Берсерка не будет проблем с его поиском. Во всяком случае, батя его точно услышал. Тем временем, Роло тоже делает себе имя, хотя оно скоро будет произноситься на другом языке. Устав от презрения со стороны супруги принцессы Гислы и имея немного альтернатив, учитывая, что даже новая стрижка не помогла, Роло начинает изучать французский язык. И оказывается, что этот процесс почти такой же утомительный, как и общение с Гислой. Поэтому Роло может позволить себе сделать то, что хотели сделать мы с некоторыми своими учителями в школе. Но тем не менее, выучить родной язык жены и других придворных – это довольно умный шаг с его стороны. И он еще и доказывает некоторое смирение Роло. По сути, Роло очень важен для Парижа. Он – стратегия защиты от будущих атак викингов. Он мог бы просто пожаловаться отцу Гислой, что его дочь устраивает сцены, выкаблучивается, да еще и требует развода. Если так будет продолжаться, то союз будет расторгнут. Но нет. Роло решает ходить на уроки французского, чтобы завоевать свою супругу. И ему это дается очень нелегко. До этих пор мы видели, как Рагнар учился говорить с Этельстаном или Лагерта с Эгбертом. Но мы толком не видели сам процесс обучения. Здесь же, после нескольких дней занятий с репетитором, Роло до сих пор не может сказать «Я рад знакомству с вами». Но впереди еще целый сезон, так что время покажет, на что способен Роло. А пока, если подвести итог этому эпизоду, то это эпизод криков. Следующий эпизод начинается с разговора Рагнара и новой служанки Аслаук Иды. Ну а с кем еще может поговорить Рагнар? Его сын Бьерн где-то далеко. Его первая жена Лагерта живет в Хидебю в постели с Ярлом. Его вторая жена Аслаук считает Рагнара врагом, а один из его лучших друзей убил другого лучшего друга. В моем мире я постоянно разрываюсь между тем, чтобы убить себя или всех, кто меня окружает. Новая рабыня Аслаук приехала издалека. Как мы знаем, Рагнар любитель общаться с кем-то из иностранцев. Теперь, когда он хорошо познакомился с Европой, пришло время двигаться дальше, в Азию. Так что теперь Рагнар нашел себе китайский катализатор, с которым в новеньком наркокоттедже глотает китайский галлюциноген и весело ловит эйфорию. Да, волшебные грибочки это прошлый век. Вернее, прошлый сезон. Тем временем, после спасения королевы Квентрид нарисовалась проблемка. Армиям у Ассекса и Нортумбри нужно срочно объединиться, чтобы изгнать мятежников из Мерсии и восстановить там свой контроль. Но короля Эллу подбежь в этот факт, что Магнус является внебрачным сыном Рагнара, которому король все так же испытывает лютую неприязнь за его беспричинные нападки на Англию. Естественно, ему нелегко переварить мысль, что потомок северянина однажды будет править Мерсией. Между тем, в Париже Гисла подготовила все документы к разводу с Ролло, но муж подготовил для нее сюрприз. Я выучил ваш язык. Да, оказывается, несмотря на то, что Ролло разбрасывал учителей как мешки зерном, он научился говорить по-французски, и его усилия не остаются незамеченными Гислой, которая отменяет развод. Поэтому, дабы убедить супругу в своей искренности, Ролло протягивает ей свой священный браслет, символизировавший преданность Рагнару. Кажется, для Гисла этого достаточно, поэтому она набрасывается на Ролло как голодная кошка, да так, что даже каменные стены огромного замка не смогли скрыть их мелодию любви. Вот так Ролло осознал преимущество французского языка, и по иронии судьбы, эти очумелые язычки стали единственной на данный момент счастливой парой в сериале. Тем временем, почувствовав себя чемпионом после победы над Медведем, Бьерн добавил себе не только шрамы, но и татуху. Однако, так как зимняя сюжетная линия подходит к концу, Бьерн отправляется домой в Каттигат, но его путь осложняется незваным сумасшедшим гостем, которого создали для Бьерна в рамках последнего испытания Голодных игр. И как для человека его роста, боевые навыки Берсерка реально впечатляют. Но и Бьерн многому научился у Медведя, и пока жил в Сибири, поэтому у Берсерка нет никаких шансов. Используя ключ и веревку, чтобы привязать Берсерка к дереву Бьерн, устраивает ему фестиваль колбасок, после чего забирает колечко, снятое с пальца убитого, и это то самое кольцо, которое в прошлом эпизоде Эрлендор дал Берсерку. Однако, ничего не зная о нанимателях Берсерка, Бьерн приходит в хэт-дебют, чтобы повидаться с матерью. Калф пытается сохранить хладнокровие, но у него получается не очень. Эрлендор и вовсе похоронил себя в мыслях. Да и Бьерн выглядит так, словно прекрасно знает ху из ху, но, видимо, сейчас не время мстить, поэтому Бьерн планирует забрать жену Эрлендора Торви с собой. Конечно же, у Эрлендора приступ шипения, но самый крутой викинг на свете отказывается убить Бьерна, хотя и вместе с тем отказывается отпустить сына Торви Гутрума. Очевидно, это его право, даже несмотря на то, что он не имеет кронного родства с сыном Торви, который родился от Ярла Борга. Однако, эту битву за опеку над ребенком прерывает Лагерта, говоря Торви слушать свое сердце и оставить ребенка на ее попечении. Тем временем, в Каттигате наступает традиционный зимний праздник Йоль, по-нашему Новый Год. В общем, шашландос на открытом огне, веселое настроение и прекрасный повод пообщаться с Ивором о том о сём. Прям чувствуется, что Рагнар хочет быть хорошим отцом своему сыну, от которого ранее пытался избавиться. В это же время в Каттигате прибывает конунг Харальд Прекрасноволосый, чтобы лично познакомиться с великим Рагнаром, ну и заодно набросить пару фактов о себе. Во-первых, возможно, когда-то он пытался свататься кослаук, но тогда, очевидно, его красивых волос было недостаточно. Однако, сейчас он не последний человек. А во-вторых, Харальд не против заправлять всей страной фьордов, а тут ещё я с Лаук, которая в контурах с Рагнаром, поэтому фразочка «Тогда тебе придётся свернуть моего мужа, о чём-то да говорит». А тем временем Флоки, наконец достигнув самого дна, отправляется к Провидцу, который нужен сериалу как вторая насадка на мясорубку. Ответов от него не дождёшься, одни только загадки, и после общения с ним ещё больше вопросов в голове. В общем, Корабельник пытается найти какую-то ясность в своей затуманенной жизни, и примечательно то, что Провидец рад видеть Флоки до такой степени, что даже облизывает его, хотя обычно бывает наоборот. Может, категацкий Квазимода видит во Флоки преемника, человека, который сможет продолжить носить его старые лохмотья. Однако, в любом случае, Флоки ничего не понял, словно на фильм Нолана сходил. А пока, Слаук, недовольное поведением мужа, особенно его благосклонностью к христианам, отдаёт своего сына Ивара на воспитание Флоки, для того, чтобы тот научил мальчика ненавидеть христианского бога. Следующий эпизод начинается с Эрлендора, который овладел навыками стрельбы из арбалета. Лагерта готовит своих служанок, а вместе с тем и сообщает Калфу новость, что она беременна. Калф сразу же делает ей предложение руки и сердца, а также зная, что их берсерк уже кормит червей, вместе с Эрлендором переходит к следующему шагу. Эрлендор планирует использовать своего ребёнка в качестве рычага, чтобы заставить Торви действовать в категате в роли двойного агента. Однако кто же знал, что Торви расскажет Бёрна о том, что отнятое у берсерка кольцо принадлежит Эрлендору, а также что во время собственной свадьбы Лагерта убьёт Калфа. Не знаю, о чём думал Калф, Лагерта же в прошлом сезоне пообещала ему, что убьёт его, но возможно он считал, что любовь всё простила. Однако на самом деле Калф ошибался, и теперь Лагерта снова ярл Хэдебю, а обучение местных женщин принесло Лагерте пользу в том отношении, что теперь у неё имеется охрана из верных воительниц. Тем временем в категате Бёрн и Рагнар полируют весла для нового набега и думает о том, что значит быть отцом и мужем. Как всегда, Рагнар не одобряет решение Бёрна разлучить мать Торви с её ребёнком, а также высказывает критику в отношении того, что Бёрн, как собственная мать, бросил своего родного ребёнка Сиги, которую воспитывает теперь Аслаук. Однако в одном они оба сходятся во мнении, и Рагнар и Бёрн не доверяют Харальду прекрасно-волосому. В прошлом эпизоде Харальд признался, что хочет быть единственным конунгом всех фьордов, а сейчас он изъявляет желание присоединиться к Рагнару в его набеге на Париж. Не могу дождаться дня, когда я буду в Париже, Бёрн Железнобокий. Не могу дождаться. Мы уничтожим этих христиан. Он, как и его брат Хальдон, тоже прибывший в категат, ищет славы и известности, но при этом Бёрн недвусмысленно даёт Харальду понять, кому на самом деле принадлежит слава. Дабы Харальд стал конунгом всех фьордов, ему нужно свергнуть Рагнара, что никому до сих пор не удавалось сделать. Хотя, учитывая нынешнее состояние Рагнара, он сделает любого психолога богатым. Благо, что хоть Иду рядом со своей инородной медициной. В каком-то смысле она играет роль Этельстана. Не знаю, помогает она ему или нет, но Рагнар очень рад, что всю ту дичь, которая у него происходит в жизни, знает не только он. Ну, например, как Эгберт вырезал поселение викингов в прошлом сезоне, о чём до этих пор знал только Флоки. Рагнар, видимо, мучается из-за этого, что ничего не сделал с этим, и, возможно, именно в этом корень его страданий. Завидев вечером Флоки и Хельгу на перу в честь гостей, Харальд и Хальдон усаживают их за свой столик и, не скрывая, интересуются, что стоит за явным пренебрежением к персоне Флоки посреди его народа. А Флоки, будучи Флоки, сразу же отвечают, что это Рагнар не доволен им из-за убийства христианина. И стоит понимать, что эта информация не сулит ничего хорошего Рагнару, если Харальд с братцем собираются стать правителями всего севера. Конунг, то есть Рагнар, который общается с христианами и даже встаёт на их сторону, конечно же, не будет конунгом, который пользовался бы уважением среди своего народа, и это можно будет использовать в будущем. Наконец, мы подходим к Ивару, который теперь находится под опекой Флоки. Конечно, здорово, что у Флоки Хельги снова есть ребёнок, о котором нужно заботиться, даже если он не их собственный. Однако Ивар очень странный и опасный, ведь когда другие детишки дразнят его, он просто выхватывает свой топорик и рассекает голову мальчишки. Однако реакция мамы Года на это просто бесценна. Она говорит сыну, что он ни в чём не виноват. Однако на самом деле убить мальчика во время обычной игры – это большая проблема, и с такими темпами местный детский садик быстренько закроется. Ну и честно, кто кладёт в детскую повозку топорик? Между тем, после нескольких яростных молитв и самобичевания, Этель Вульф просит у Джудит секса. И когда она отказывается, муж обвиняет её в том, что она любовница его отца. От чего, в принципе, Джудит не отнекивается, но даёт понять, что знает я о похождениях Этель Вульфа в постель Квендрит. Однако она вообще не против этого. Ты теперь муж мне только на словах, как и я твоя жена. Что ж, переговоры прошли лучше, чем ожидалось, но у Эссекс по-прежнему остаётся местом, где каждый спит с кем-то, кроме своего супруга. Тем временем, Роло, разрушивший французский барьер, теперь на все 100% соответствует своему положению герцога. Молодожёны уже планируют жить собственной жизнью при собственном дворе. Роло с нетерпением ждёт возвращения Рагнара, чтобы расправиться с ним и заполучить больше власти. Не могу дождаться, когда уеду в свои северные владения и создам там свой двор. Вообще, трудно представить, чтобы Роло оставил Париж и когда-нибудь вернулся на север со своей цивилизованной женой. Поэтому Гисла обдумывает другой путь, где Роло станет правой рукой короля Карла вместо графа Олдо, которого нужно убрать с дороги. Есть возможное, что он погибнет в бою. Его может убить неизвестный. И тогда императору придётся полагаться только на тебя. Однако, возможно, время смерти графа ближе, чем казалось, поскольку Роланд наконец сообщает Карлу, что Олдо претендует на его трон. У вас есть доказательства? У меня есть слово его любовницы. И что, граф Олдо в самом деле говорил с вами о своих устремлениях? Он хочет стать императором. Однако, ухмылочка Карла, когда Роланд и Тереза покидают большой зал, наводит на мысль, что король знает об их заговоре. И, возможно, он вместе с Олдо что-то задумал. Говоря о следующем эпизоде, то ни для кого не секрет, что повторный набег на Париж был вопросом времени как для викингов, так и для жителей Парижа. Драккары возвращаются во Франкию, и среди жаждущих разделить славу Рагнара есть смесь тех, кто до крайности верен Рагнару, и тех, кто идёт в полностью противоположном направлении. Вообще, интересно наблюдать, как такая смесь мужчин и женщин может объединиться для общего дела. Хотя мы все знаем, что не все из них готовы следовать за Рагнаром или соглашаться с ним. Кажется, что для Флоки это путешествие шанс продемонстрировать свою преданность не Рагнару, а Харальду и его брату. Ссора с Рагнаром, возможно, является самой определяющей силой, но крайняя преданность своим новым друзьям, несомненно, проистекает из-за горечи по поводу дружбы Рагнара с христианином, то есть с Этельстаном. Выражая своё желание быть с теми, кто любит богов так же сильно, как он, любит сжигать и смотреть, как горят пленные христиане, Флоки открыто заявляет, что с готовностью встанет на их сторону, если они вроде бы как решат свергнуть Рагнара и забрать его власть себе. В это же время загадочным, но понятным является участие Лагерты в новом набеге на Париж, прихватив с собой и Эрлендора, который пользуется этой поездкой, чтобы шантажировать Орви, дабы она убила Бёрна, или он убьёт её ребёнка. Если говорить о Лагерте, то, только что вернув себе власть убийством Калфа, она вернула то, что, по её мнению, принадлежало ей по праву. Можно спросить, почему ты убила его? Я поклялась, что убью его, если он заберёт моё владение. И теперь, снова отправляясь на бег, можно сказать, что Лагерта подвергает себя опасности, поскольку в её поселении могли остаться те, кто захочет забрать эту землю себе. Хотя, в принципе, после того, что случилось с Калфом, вероятно, никто уже не осмелится предпринимать попытку захвата власти, а сейчас она нужный союзник на стороне Рагнара, поэтому здорово, что она плывёт вместе с ним на Париж. Да, мы видим, что Рагнар снова в седле, но после ранения Икомы, а также после приёма наркотиков, он уже далеко не тот решительный лидер, каким был в прошлый набег на Париж. Зависимость Рагнара настолько сильная, что он даже взял с собой в набег Иду. И хотя в словаре викингов пока нет слова «наркомания», в глазах Рагнара есть что-то дикое, когда девушка предполагает, что без неё лекарство исчезнет из его жизни. Будет интересно увидеть, как Рагнар со свистящей флягой планирует проникнуть в Париж и противостоять роллу, который настроен очень даже решительно. «Я не предам вас. Я не предам Париж. Я не предам свою жену». Однако в данный момент самым большим потрясением для викингов на их довольно спокойном пути обратно в Париж стало то, что их брат Ролло теперь не их брат. Он наблюдает за ними вместе со своим парижским войском. Для викингов очевидно, что Ролло предал их. Однако вот степень предательства станет явной, когда они встретятся с ним в бою. А тем временем правящие силы Парижа, похоже, находятся в смятении, поскольку прошла информация, что граф Удо на самом деле предатель. Да, мы знаем, что Удо хотел бы править Франки, и он сильно завидует Ролло, которого очень уважают при дворе, о чём в пьяном состоянии рассказывает Терезе. «Я стану императором. Я здравствует император». Однако нам ещё предстоит убедиться в правдивости его намерений, поскольку на данный момент это всего лишь слух, распространённой Терезе, который строит против него козни со своим братом Роландом. Да, он её брат. «Разве можно доверять словам этой женщины?» «Эта женщина моя сестра». Когда корабли викингов отправились в путь, Аславк остаётся присматривать за детьми. Только на этот раз это не все её дети, потому что Рагнар подарил двум старшеньким браслеты для взрослой жизни и взял их с собой в Париж. Его замечание о том, что с ним они будут в большей безопасности, явно задело Аславку, поскольку в прошлый раз, когда Рагнар отсутствовал, оба его сына чуть ли не утонули, пока она там развлекалась со странником по имени Харбард. И мы нисколько не удивлены, что как только Рагнар уплыл, на пороге его дома снова появился Харбард. Что это значит для Аславка и для маленького Ивара, не ясно. Однако мы знаем точно, что он пришёл для того, чтобы провести сеансы терапии для всех одиноких женщин. Тем временем Джудит неожиданно узнаёт, что её сын Альфред отправится в паломничество в Рим с услужливым монахом Прудентиусом и сыном короля Этельвульфом. Да, снова и снова мы убеждаемся, как в сериале быстро бежит время, потому что посмотрите, как вырос Альфред. И естественно, Эгбард готовит юного принца к его будущей судьбе, как правителя Англии, сражающегося с викингами. Как и Рагнар, взявший своих детей в набег, Эгбард видит в этом прекраснейшую стратегию воспитания молодого поколения. Юный Альфред встретится с папой, увидит Ватикан, почувствует, как быть в центре мира. Но очевидно, что Джудит беспокоится о его здоровье и неуверенность в том, что Альфред будет в безопасности под присмотром её мужа, который не является отцом мальчика, в принципе является обоснованным беспокойством. И хотя Эгбард заявляет о своём особом внимании к мальчику, в принципе, маловероятно, что Этельвульф причинит какой-то вред Альфреду. В данном случае это выглядит так, будто король поручил своему сыну эту задачу, чтобы увести его от любовницы, то есть от королевы Квендрид. Может быть, он беспокоится, что их роман перерастёт в политический союз. А так, долгий путь до Рима займёт месяц, и кто знает, как долго они там пробудут, и кто знает, что произойдёт с Квендрид её королевством без Этельвульфа, то есть без её защитника. Возвращаясь к викингам, то когда они увидели на вершине холма Ролло, одетого как дворянин верхом на лошади, они поняли, что вход в Париж будет не таким лёгким, как они надеялись. Бьёрн мысленно даёт себе клятву убить своего дядю, и эту клятву, скорее всего, разделяет все родственники и братья Ролло. Особенно, когда дело доходит до битвы. Франкские арбалетчики во главе с Ролло и графом Удо обстреливают подплывшие дракары из расположенных на обеих берегах фортов, возведённых по приказу Ролло. Пока Рагнар и остальные укрываются щитами, воины Лагерты, согласно заранее продуманному плану, скрытно подбираются к укреплениям со стороны суши и вступают в отвлекающий бой с защитниками Парижа. Точнее, происходит просто обстрел отряда Лагерты, а потом за ним следует и жестокое сражение на поле. Тем временем, франки не теряются, ещё и успевают среагировать на дракары викингов, и в нужную минуту между фортами стремительно натягивается крепкая цепь. И мы видим, как часть дракаров, идущих на полном ходу, просто опрокидывается, и среди них корабль Харальда и Хальдена, которых позже подбирает Рагнар. Застопорив движение кораблей, враг пускает в ход катапульты с горючей смесью, который затем осыпает подожжёнными стрелами, чтобы, так сказать, подкоптить викингов. Не умеющий плавать в флоке тонет в воде, но Рагнар, рискуя жизнью, бросается к нему и оттаскивает к своему кораблю, в связи с чем отношения старых друзей снова улучшаются. А пока идёт битва на реке, Роланд уничтожает лагерь викингов, где остались женщины, дети и припасы. Отряд Лагерты тоже терпит поражение. Люди Ролу, окружив северян, расстреливают их из арбалетов и обращают в бегство. Охваченный гневом, Рагнар выкрикивает стоящему на укреплениях Ролу обвинения в предательстве и неблагодарности за братскую любовь и спасённую ранее жизнь. Но в любом случае, битва заканчивается, Франки радуются, но для Ролу это горькая победа. Викинги возвращаются в свой лагерь и обнаружат его разорённым. Хельга без сознания и ранена, но, к счастью, сыновья Рагнара живы. Однако сам Рагнар испытывает ломку и, возвращаясь к Иду, умоляет как наркоман дать ему ещё лекарства. Запасы которого к концу эпизода оказываются уже исчерпанными, а это большая проблема. Без их помощи Рагнар постепенно теряет здоровье и связь с реальностью, поэтому это Бёрн и винит в поражении своего отца. Однако не будем забывать, что это именно Бёрн в прошлом сезоне оставил Ролу в Париже, который устроил викингам теперь вырванные годы. Однако, тем не менее, так как потери викингов огромнейшие, поэтому Рагнар вынужден дать приказ отступить, но он ещё себя проявит в следующем эпизоде. Тем временем, в Категате Аслаук жалуется Харбарду, что Рагнар наказывает её за прошлую интимную встречу с ним. Судя по всему, это вообще не проблема для Харбарда, который жаждет снова посеять своё семя в Аслаук, тогда как Сигурд находит применение своему змеиному глазу, подглядывая за похождениями матери. К слову, у Флоки предстаёт видение, будто Аслаук занимается с ним сексом, а затем он превращается в Харбарда. Иными словами, Флоки чувствует, что странник вернулся в Категат. Однако это говорит нам ещё и о том, что, может быть, Флоки становятся провидцем. Между тем, Эгбарт встречается в Мавзолее с принцем Викстоном, человеком, который имеет законные права на трон Мёрсии, но предпочитает не оспаривать их, поскольку считает битву бессмысленной. Принц буквально высмеивает мысли Эгбарда, что Квентрид могла бы стабилизировать весь этот сумасшедший Мёрсийский дом, поэтому он и хочет объединиться с Эгбартом, вместе разгромить правящий совет Мёрсии и потом осуществить свои собственные планы. А затем я хочу отречься от этого мира. Я уже видел достаточно. Я официально отрекусь от трона в вашу пользу. В доказательство своих намерений Викстон дарит Эгбарту древнюю корону Мёрсии, подтверждающую законное право на управление королевством. Большие потери, понесённые при нападении на Париж, были действительно разрушительными для Рагнара и его людей, однако эти потери не обязательно означают поражение Конога, которого мы все знаем и любим. Несмотря на очевидное разочарование Бьёрна в своём отце, Рагнар находит способ использовать в этом набеге те подручные средства, которые у него есть. Мы оставили Париж позади. Может ты и оставил, но не я. О чём ты? Рагнар прекрасно понимает, что проплыть мимо сторожевых фортов невозможно, поэтому почему бы не поднять дракары на скалы, протащить их по земле через горы в обход укрепления Франков и просто спустить на воду возле Парижа. Это, конечно, невероятно безумная идея для каждого викинга, но было приятно видеть, как Флоки понемногу восстанавливает дружбу с Рагнаром, поддерживая его идею. И в то же время Лагерта тоже остаётся верной своему бывшему и не потерпит, чтобы кто-то говорил о Рагнаре плохо. Мы думали, что он никогда не отступает в нашем мире. Слабость неприемлема. На твоём месте я бы не говорила таких слов о Рагнаре Лотбрахе мне в лицо. Да, Лагерта, возможно, не жена конунга Рагнара, но она мать его первенца и его верный союзник, даже несмотря на то, сколько обит ей причинил Рагнар. В общем, викинги приступают к осуществлению плана. Соорудив канатные подъёмники и дорожки из уложенных друг за другом ходовых брёвен, они быстренько и умело транспортируют свои дракары. Несмотря на всё, что мы видели и слушали, мы недооценивали тебя. Мы чувствуем себя глупцами, я чувствую себя дурнен. Ну а для нас честь быть рядом с тобой. Ну а тем временем граф Оду с полной уверенностью советует королю не доверять Ролу. И теперь, когда Ролу одержал верх, боюсь, его природа возьмёт своё. Ибо в сознании этого язычника нет ничего, кроме желания уничтожить Париж больший император. Но моя дочь. Это мы решим. В конце концов, дочь короля ещё молода. Она может выйти замуж за кого-то более респектабельного, за кого-то постарше, например, за графа Оду. Здесь мы видим классический ход. Поладить с могущественным воином, то есть с Ролу, а затем предать его, когда он одержит победу. Оду изо всех сил старался работать с Ролу, пока тот мог принести пользу Парижу, и как следствие самому Оду. Но теперь пришло время избавляться от Ролу. Оду сделал это по двум причинам, чтобы вернуть себе роль главного военного советника, и дабы ещё раз попытаться получить доступ к Гисле. Однако неожиданно Тереза рушит план графа, рассказав о его честолюбивых планах Карлу, который приказывает избавиться от заговорчика руками Роланда. И теперь, когда Оду убран с дороги, Карл объявляет о произошедшем и говорит, что всеми руками окажет поддержку Ролу и своей дочери. Но и также стало известно, что Гисла беременна, что похоже не совсем устраивает короля. Видимо, Карл не планировал продолжать сотрудничество с Ролу после того, как тот отобьёт викингов. И это заставляет нас задаться вопросом, был ли этот брак и союз рассчитан только на период угрозы вторжения викингов в Париж. Что-то мне подсказывает, что Ролу возможно придётся прикрывать свою спину, если он не сможет защитить Париж. Или если он окажется просто ненужным. Между тем, одержав за кадром победу над мерсийскими мятежниками, король Эгберт показывает Квентрид своё истинное лицо, когда объявляет, что она больше не королева Мёрсии. После этого заявления она позволяет дать волю своему истинному безумию и пытается бежать из Уэссекса, чтобы восстановить свою власть в Мёрсии самостоятельно. Однако, не добившись успеха в этом, Квентрид предпринимает попытку спасти свою жизнь, объявляя, что отцом её ребёнка является сын короля Этельвульф. После моего спасения мы привязались друг к другу. Искренне. Однако, это заявление не так шокирует, как ожидала Квентрид. В Эгбриде есть одна деталь, которая подкупает. Его неугасимая готовность приютить бастардов, созданных неверными супругами, тем более, если это выгодно. Магнус, сын Рагнера Лотбрака, когда Рагнер Лотбрак вернётся на этот остров, что, вероятно, я покажу ему его сына, о котором я заботился и которого защищал. Единственным неожиданным шагом было то, что Квентрид обратилась за помощью к Джудит, говоря, что носит ребёнка от её мужа. Как мы знаем, Джудит не чужда неверность в браке, ведь она родила Альфреда, переспав с Этельстоном. Поэтому неудивительно, что она дарит Квентрид своё доброе выражение лица. Но когда доходит до дела, Джудит защищает Поэтому когда Квентрид тайно проникает в покои короля, чтобы убить его, Джудит убивает королеву вместе с её ребёнком в утробе, если он там, конечно, был. Однако вместе с тем мы знаем, что у Квентрид остался ещё и сын Магнус, которого Экберт хочет показать Рагнару, когда тот появится в Эссексе. Однако остаётся вопрос, что же будет делать Этельвульф, учитывая, что его любовницы больше нет, а супруга более или менее принадлежит его отцу. А тем временем обладательница блуждающего сердца Аслаук продолжает развлекать своего казалось бы волшебного странника. Однако то, что она считала своим спасением в одиноком, теперь лишённом любви браке, в конечном итоге становится проклятием и занозой на её глазу, когда она становится свидетельницей того, как Харбард в хижине с усердием распространяет свою любовь на всех женщин. Только с теми, кто нуждается во мне. Я разрушила ради тебя свою жизнь. Но я жаждала только твоего присутствия рядом и твоих ласк. Но не пытайся владеть мной, потому что владение противоположно любви. И с этими словами он снова уходит, разбив Аслаук сердце. Возможно, она думала, что Харбард был её спасением, но это не так. Продолжая говорить о любви, горькие чувства Эрлендора всё ещё сильны и шокирующее видение Торви того, как он пронзает арбалетной стрелой Бьёрна, действительно стало шокирующей демонстрацией того, на что он может быть способен в будущем. По сути, Бьёрн не только забрал его жену, он забрал его прежний образ жизни, будучи ещё и родственником того, кто убил его отца Конунга Кхорика. Несмотря на распри, Хельга достаточно выздоровела, чтобы поговорить с флоки и выразить переживания за него, которые выражаются в искреннем беспокойстве за безопасность мужа во время очередного набега на Париж. Однако, менее искренними являются отношения Рагнара и Китаянки, которые, кажется, полностью исчерпали свою полезность. Независимо от Волга Лаляна о том, что у неё больше нет наркотиков, с помощью которых она удерживала Рагнара, её угроза раскрыть правду об убитых поселенцах в Эссексе стала раковой ошибкой Китаянки. Оскорблённый и желающий скрыть правду любой ценой, наркоман хватает своего дилера и в присутствии своих сыновей топит азиатку в реке, совсем не думая о последствиях, но зато найдя убитой остатки наркотика. Я думаю, это показывает, что никогда не следует угрожать раскрыть слабости или секреты викинга, особенно если вы обязаны ему своим выживанием. В следующем эпизоде викинги находятся на финальном этапе безумного плана Рагнара. Протащив по суше первую партию кораблей, северяне убеждаются в правоте своего конунга. Совсем недалеко виднеются шпили самых высоких зданий Парижа. Тяжелый труд окупился и викинги успешно вернули свои дракары на воду и приблизились к Парижу, не привлекая внимания сторожевых фортов. План Рагнара называют гениальным, но сам же конунг все еще не в своем уме. Бьорн часто навещает своего отца и открыто интересуется его благополучием. Но без наркотиков Рагнар стал сумасшедшим и почти ненадежным, но вскоре мы узнаем, что у него осталось небольшое количество лекарства, которое он отложил на время, когда будет сражаться со своим братом-предателем Ролло в бою. Кажется, ничто не может подавить ярость, пылающую глубоко в сердце Рагнара, и то, что было путешествием ради возвращения Парижа, просто-напросто превратилось в путешествие, чтобы свести счеты со своим братом. Это был не первый раз, когда Ролло предал Рагнара и своих соплеменников, но вполне может быть последним, учитывая неоднократные бормотания Рагнара о том, как он должен убить Ролло. Говоря о ярости и сведении счетов, Эрлендор заходит слишком далеко в плане мести за своего покойного отца. Поручив Торви задачу убить Бьерна, он неверно оценил свою бывшую жену, попросив ее убить его врага. Арбалетный болт, предназначенный для Бьерна, попадает в грудь Эрлендора благодаря Торви. Бьерн возвращает Эрлендор его кольцо, надев его на торчащий из груди умирающего арбалетный болт. И теперь, когда Эрлендор мертв, мы надеемся, что Торви больше не будет жить в страхе потерять ребенка или бояться, что ее попросит сделать то, чего она предпочла бы не делать. Если бы существовала награда худшая мать на свете, она бы определенно досталась бы Аслаук. Она была недовольна, когда Рагнар взял с собой двух их старших сыновей. Но, судя по всему, Рагнар принял правильное решение, учитывая ее текущую деятельность в Категате. В прошлом эпизоде ее возлюбленный отругал Аслаук за попытку овладеть им и уехал в неизвестные места. Благодаря видениям Флоки мы знаем, что Аслаук обезумевала и на самом деле больше не в состоянии заботиться о детях. И это подтверждается, когда Сигурд обнаружит в реке тело дочери Бьерна Сиги. Очевидно, что после того, как Харбард бросил ее, Аслаук стала спиваться, наплевала на остальных детей и стала проводить время в компании своего все более капризного сына Ивара, которого вообще не волнует смерть маленькой девочки. И это тот самый мальчик, который закричал от страха, когда убил другого мальчика топором, но до тех пор, пока Аслаук не сказала ему, что он не виноват. И теперь же в этой сцене мы видим проявление психопатических наклонностей Ивара. Вся эта ситуация ужасна, и мы не можем не задаться вопросом, что произойдет, когда Рагнари и остальные вернутся в Категат. Однако, это не единственная детская смерть в эпизоде. При печальном повороте событий Лагерта теряет своего будущего ребенка, так как у нее случается выкидыш. Неясно, вызван ли этот выкидыш напряженными днями, через которые она прошла, чтобы сохранить верность Рагнару, или же это просто исполнение слов провидца, что Лагерта не будет никаких детей, кроме Бьорна. В любом случае, это очень трогательный и грустный момент, когда особенно Рагнар утешает Лагерту, а Бьорн просто сидит рядом. На мгновение они снова стали семьей. Более позитивным моментом является то, что принцесса Гисла ждет своего первого ребенка. Карл торжественно рассказывает подданным о будущем ребенке дочери, который символизирует союз франков и викингов. Однако, судя по всему, Карл не стремится как-то улучшить этот союз с Роллом, поскольку он преувеличивает заслуги Роланда, даровав именно ему титул графа и защитника Парижа, а также, судя по всему, титул своего любовника, хотя по истории Карл не был гомосексуалистом. Мы знаем, что у Роланда и Терезы есть свои собственные планы и теперь, когда король является их другом, это может означать, что им сойдет с рук гораздо больше, чем они первоначально ожидали. Что касается короля Эгбарта, то теперь он правит не только Уэссексом, но и Мерсией, хотя при этом он обещал отцу Джудит королю Элли, что разделит завоеванные земли между ними обоими. Это просто показывает нам, что Эгбарт не человек-слово, особенно, когда это касается власти. Мы были равными союзниками, но теперь, как вы понимаете, мы с вами более не равны. Король Элла недоволен и возмущен очевидной двуличностью Эгбарта, но он находится на его территории, окруженный людьми Эгбарта, поэтому он бессилен что-то сделать и теперь ему приходится привыкнуть к такому повороту событий. Тем временем мы видим, как путешествие Альфреда закончилось. Он благополучно добрался до Святого Города и встретился с папой, которого, к слову, играет тот же актер, провидца. Папа Лев в десят и вручает Альфреду меч, дабы тот мог изгнать им своих врагов, а затем торжественно коронует малыша консулом Рима, сравнивая его с самим Юлием Цезарем. Это великая честь и хотя Этель Вульф смотрит на это с улыбкой, мы не можем не задаться вопросом, скрывается ли за этой маской горечь, ведь Альфред не его сын, а сын христианина, спавшего с его женой. Цель предоставления Альфреду этой чести пока не ясна, кроме того, трона в Мерсии. Однако мы уверены, что между отцом и сыном возникнет неприязнь, как только Этель Вульф вернется в Эссекс и узнает о том, что произошло, пока он отсутствовал. Итак, мы подошли к финальному эпизоду первой части четвертого сезона и к событию, которое мы все так ждали, которое наконец-то свершилось. Рагнар переправил свои лодки через скалы и направился в Париж, чтобы преподать урок своему брату. Однако на подступах к городу враг замечает флот викингов и отправляет на перехват значительную эскадру во главе с Ролло. Никто из тех, кто на стороне Рагнара не хочет, чтобы Ролло добился успеха. То, что он сделал, чтобы утвердиться среди франков, подло и непростительно. Но в любом случае мы видим, как корабли сближаются и франки идут в наступление, пока Гисла молится Деве Марии, умоляя, чтобы она защитила Ролло. Первый абордар заканчивается неудачей франков. Кажется, что викинги вот-вот одержат победу и упавшие духом христиане собираются было отступать, но Ролло воодушевляет свои войска и разворачивает их в новую атаку, которую ведет лично. И в этот раз франки протаранив платы викингов, дерутся отчаянно и храбро. А Рагнар, приняв остатки наркотика, сталкивается с Ролло в жестокой схватке. Потеряв свое оружие, братья переходят на кулаки и сильно избивают друг друга. Но бой вдруг обрывается. Рагнара оттаскивает случайно зацепивший его абордажный крюк. И в этот момент, увидев раненную Лагерту без сознания, Рагнар кричит Берну уносить ее на корабль и рубить канаты. Сам же он остается, чтобы добить Ролло любой ценой. Но то, что Рагнар вообще может противостоять Ролло, кажется немного удивительным. Учитывая то, что наркотики сделали с ним физически и морально. То, что по сути должно было стать избиением Рагнара, превратилось в настоящий бой. Но то, что никто не верил в победу Рагнара над Ролло, ясно видно из того, что собственные люди силой утаскивают сопротивляющегося конунга на отступающий Дракар. В общем, снова проиграв битву, викинги поспешно отсоединяют корабли от разбитых плотов и оставляют на них ликующих франков. Лишь Ролло, принадлежащий двум мирам, не может понять, какие чувства испытывает. Его тащат обратно в Париж, где Ролло встречает аплодисментами и ликованием, парадом героя, которого он жаждал всю свою жизнь. Кажется, Ролло нашел свой дом и свое место в этом мире, которого так давно хотел. Но, стоит ли оно того? Постоянные пророчества это то, что всегда вызывает сомнения в этом сериале. Мы снова видим жертву Фукусимы, но в этот раз он выглядит неважненько и находится в явной агонии. Однако, мы не можем понять, с чем это связано. Это из-за того, что он предсказал и теперь он наблюдает за результатом? Или это связано с тем, что должно произойти в будущем? Ранее, категатский кодесник сказал Рагнару, что он умрет в тот день, когда его увидит слепой. И на мгновение показалось, что это пророчество сбудется, когда Рагнар дрался со своим братом Ролло в отместку за все зло, которое он причинил ему и его народу. Но, поскольку это было не так и Рагнар был вынужден отступить, у провидца, возможно, еще есть некоторые пророчества, которые касаются других, выживших в той битве. Стоит отметить, что даже у самых сильных и преданных викингов есть повод беспокоиться и задаваться вопросом, а действительно ли боги были на их стороне, или же они вступили в бессмысленную драку, чтобы лишь уладить семейный вопрос между двумя братьями, вместо того, чтобы добиться выгоды для всех викингов, которые отправились в набег. Король Карл в этом эпизоде полон сюрпризов. Буквально в прошлом эпизоде он попросил у Роланда разрешения переспать с его сестрой Терезой, да еще и переспал с самим Роландом. Мы знаем, что Роланд послужил великой целью короля, предоставив ему информацию о предательстве и гнусных плана графа Одо, а также он избавился от этого человека. Поэтому неудивительно, что Карл теперь буквально выбивает из-под ног почву их обоих, приказав казней Терезу и Роланда, положив конец их интригам. Каким бы шокирующим это ни было, такой шаг показывает, что тем, кто тайно что-то замышляет и планирует, нельзя доверять, даже если вы с ними спите. В конце концов, именно так граф Одо встретил свой конец, и это был умный и безжалостный шаг короля, направленный на то, чтобы избавиться от проблемы до того, как она разрастется до вселенских масштабов. Однако, самым удивительным во всем этом эпизоде был огромный скачок во времени. Сериал делал это и раньше, но обычно это были скачки на два или около того года. Однако, после битвы за Париж кажется, что прошло более нескольких лет. Поселение Категата под руководством Берна и Аславк расширилось, превратившись в буквально цветущий торговый город. Простая рыбацкая фермерская деревушка из первого сезона исчезла. Теперь это крупный торговый центр. Есть такой комикс с названием «Восстание», созданный по мотивам сериала. Так вот, там сюжет повествует о как раз оставшихся за кадром событиях после поражения под Парижем и проливает свет на причины, по которым сломленный Рагнар оставил свой народ и отправился в девятилетнее изгнание, а Лагерта продолжила быть ярлом в Хэдебю. Однако, что удивительно, так это то, что только сейчас, спустя столько лет, тайна Рагнара, касающаяся истребленного Эгбертом поселения в Уэссексе и незаконнорожденного сына Рагнара Магнуса раскрыта всему поселению и для большинства на самом деле это не стало огромным сюрпризом. Поселение в Уэссексе было уничтожено сразу, как только он отплыл. Один из тех, кто избежал смерти, рассказал мне и твоему отцу, что случилось. Рагнар убил его, чтобы никто больше в этом не узнал. Касательно уже подросших сыновей Рагнара, то они испытывают смешанные чувства относительно своего отца. Все мальчики чувствуют себя брошенными, все кроме Ивара. Позиция Ивара здесь ясна. Он парень по сути старой школы и поскольку в его молодые годы как можно предположить Ивара постоянно обучал Флоки, это как бы неудивительно. А вот Бьерн считает, что Рагнар никогда не вернется, так как поражение в Париже окончательно сломило его. Однако разговор братьев о сокрытии Рагнаром правды касательно истребления викингов в Эссексе в третьем сезоне дает нам кое-что понять об их характере. Мы обнаруживаем, что Убе среди них самый размышляющий и более-менее нейтральный. Он говорит, что его интересует не слава Рагнара, а то, как он использовал свою власть. У Ивара же резкий, прагматичный и несколько социопатический ход мысли, согласно которому Рагнар действовал как настоящий викинг, который просто не хотел беспокоиться народ печальными вестями из Уэссекса. Хвицарг и Сигурд говорят, что при встрече с отцом сразу же убьют его, поскольку он поступил нечестно со своим народом, не рассказав об истреблении поселения. За этим общением братьев интересно наблюдать, так как они не проводили с Рагнаром столько времени, сколько их старший брат Бьорн. Поэтому их впечатления и знания о Рагнаре скорее основаны на рассказах тех, кто лично знал Рагнара. Поэтому по сути они обсуждают Рагнара так, будто он скорее идея, чем человек. Вопрос, над которым стоит задуматься, а не их отец. Касательно Бьорна, то бережно храня захваченную при разграблении Парира старую карту, он лелеет мечту отправиться в далекое плавание на юг, в сторону Средиземного построить ему большущий флот. В это же время в Категате появляется Рагнар, ловя на себе гневные взгляды викингов. И это понятно, ведь какой конунг бросает свой народ, какой отец покидает своих сыновей. Однако уже через минуту, недовольный прохладным приемом, Рагнар спрашивает у сыновей, кто из них готов убить его, ведь только так можно стать конунгом. То есть Рагнар не просто хочет заявиться в Категат и сказать конунг вернулся. Нет, он предлагает желающим оспорить его власть поединком, но никто не осмеливается сделать это и Рагнар понимает, что его заслуги еще помнят. Однако так как его просьба не удовлетворена, он в гневе вонзает меч в землю со словами Кто хочет стать конунгом? На этом и заканчивается первая часть четвертого сезона. Если вам понравился этот пересказ, поставьте этому видео лайк и не забудьте подписаться на этот канал. Также если вам интересна историческая тематика, то советую вам подписаться на мой второй канал Время Истории. Там вы найдете очень много интересных и самое главное простых видео касательно истории. Ну а пока давайте попробуем набрать на этом видео 5000 лайков, чтобы у меня так сказать был стимул продолжать делать пересказы на викингов. Всем хорошего дня и до новых